Вестника Кавказа 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 Это единственный клуб, который по-прежнему не проиграл ни одного матча. Проиграла Нижегородская «Волга», причем проиграла в такой принципиальной встрече на своем поле «Кубани». Проиграла 0-1, хотя, в общем, игра достаточно равная была. Но вот сказка Нижегородская, похоже, заканчивается. Ну, и отметил бы я, конечно, крупную победу «Локомотива» в гостях у Краснодара 4-1. И уже специалисты говорят о том, что Юрию Краснодару, который пришел в этот клуб в этом межсезонье, удалось, наконец, постепенно «Московский локомотив» вывести на другой уровень. Ну, мне кажется, что рано еще об этом говорить. Но, во всяком случае, эти результаты говорят о том, что «Локомотив», действительно, наконец-то, начинает показывать тот фудол, который от него ждут многочисленные болельщики. Ну, что ж, вот, наверное, выделив главные события этого тура, если не касаться, опять-таки, тренерской истории, скажу, что, наверное, это то, что «Зенит» возглавил турнирную таблицу. И думаю, что, возможно, это надолго, если не навсегда. Я бы отметил, конечно, игру «Локомотива». Возможно, что эта московская команда возвращается опять на ведущие позиции в нашем футболе. Поживем, увидим. Во всяком случае, пока все специалисты склонны думать и прогнозировать то, что в этом таком длинном, я напомню вам, в три круга будет проводиться чемпионате, главные претенденты на «Золото» – это «Зенит» и «ЦСКА». Ну, что ж, поживем, увидим. Все-таки длинный чемпионат. Возможно, что-то по ходу будет меняться. Ну, что ж, а в следующем сюжете нашем, я напоминаю, мы поговорим о тренерских делах, о переходах, о том, какие люди готовы прийти в качестве главного тренера в «Динамо», в «Спартак». Ну и, конечно, о Юрии Жиркове поговорим, который, возможно, скоро окажется вновь в российском чемпионате. Продолжение следует...